Какую фразу обронил ваш психотерапевт на одном из сеансов, которая полностью изменила ваше мировоззрение? А я единственный, кто затаился в комментариях в поисках бесплатной терапии. Если у вас нет таких проблем с другими людьми в вашей жизни, почему вы считаете себя проблемой в этих отношениях? Вы не можете контролировать свои эмоции, но вы можете контролировать то, что вы с ними делаете. В то время я была молодой женщиной, которая в детстве получила ноль здоровых навыков эмоциональной регуляции, только подавление и стыд. Так что это взорвало мой мозг. Я был в состоянии сильного стресса и спросил ее, как люди так живут. Она ответила, часто у них случаются сердечные приступы. Она сказала это в качестве призыва заботиться о себе как можно больше. Принятие чего-то не означает, что оно должно вам нравиться. Это избавило меня от многих внутренних конфликтов по поводу различных ситуаций, потому что я могла принять ситуацию, не тратя энергию на внутреннюю борьбу с ее несправедливостью. Мне кажется, что вы пытаетесь убедить себя остаться со своей девушкой. Я не уверен, что это должно быть так тяжело. В тот момент, когда он это сказал, я помню, что это было похоже на то, как если бы он сказал «Земля плоская». Я думал, что он сошел с ума, когда сказал, что отношения не должны быть сложными. Но со временем я начал понимать, что пытаюсь изменить себя, чтобы остаться с этим человеком, а не просто быть тем, кто я есть. Мне потребовалось еще три месяца, чтобы окончательно порвать с ней. Но с того дня я поклялся никогда больше не отказываться от себя ради того, чтобы быть с кем-то, кто, как я убедил себя, якобы лучше меня. Вы не несете ответственности за эмоциональное благополучие своих родителей. Они взрослые, самостоятельные люди, прожившие на этом свете гораздо больше лет, чем вы. Почему вы заставляете людей чувствовать себя комфортнее, когда сами испытываете дискомфорт? Когда речь шла о том, что люди угождают и подхалимничают. Для контекста, в 28 лет у меня была серьезная травма, припадки, инсульт и вообще невеселое время для мозга. Вы должны оплакать потерю себя. Большинство людей хотели, чтобы я вернулась к прежней жизни. Но ебаная правда в том, что часть моего мозга умерла. Человек, которого все, включая меня, знали, умер. Мне нужно было оплакать потерю себя. Перестаньте пытаться заставить всех соглашаться. Когда вам нужно, чтобы все согласились, наименее сговорчивый человек имеет всю власть. Это действительно изменило мой взгляд на планирование семейных мероприятий. Не думайте, что отношения закончились. Думайте о них как о завершенных. Это в корне изменило мое отношение к тяжелому разрыву. Очень полезно. У меня никогда не было друзей. У меня были коллеги, одноклассники, соседи по дому, люди, которые общались со мной. Но я никогда не чувствовал себя близким ни с кем из них. Я сделал то, что вы иногда встречаете на этом форуме. Перестал тянуться к людям, чтобы узнать, потянутся ли они ко мне. А они не тянулись, что я воспринял как подтверждение того, что они действительно не хотят видеть меня рядом. Или, по крайней мере, не возражают против моего отсутствия. Я говорил со своим психотерапевтом о людях, с которыми был близок в колледже. И она сказала мне выбрать одного и поговорить о нем. Я так и сделал. И после того, как я рассказал об основных вещах, таких как его имя, специальности и так далее, и пару историй, она спросила меня, что еще я о нем знаю. И я не смог ответить. Это была не совсем взрывающая мозг фраза, но она сказала, что еще. И я заплакал, потому что понял, каким бы простым ни был вопрос, моя неспособность ответить на него говорит о многом. У меня никогда не было хороших друзей, потому что я никогда не был хорошим другом. Я замкнутый и сдержанный человек, и я всегда заставлял других делать всю работу, чтобы вытащить меня. Никогда не предлагая взамен свою собственную дружбу в значимой форме. Если я хочу иметь значимые отношения с другими людьми, мне придется их строить. Я все еще работаю над этим, но я стараюсь чаще обращаться с предложениями и проявлять больше дружелюбия к другим людям в своей повседневной жизни. Как выражали гнев в вашей семье, когда вы были ребенком? Разрешали ли вам проявлять гнев? В этот момент я поняла, что мне не разрешалось проявлять какие-либо негативные эмоции. Особенно в ответ на негативные эмоции моих родителей. Ваша мама никогда не будет тем родителем, которого вы хотите или в котором нуждаетесь. Так что перестаньте ожидать от нее этого и злиться, когда она таковой не становится. А также люди, страдающие зависимостью, обычно застывают в том времени, когда они начали злоупотреблять запрещенными веществами или алкоголем. Потому что их внимание сосредоточено на их зависимости, а не на развитии как личности. Поэтому человек, который начал сильно пить в 13 лет и бросил в 30, будет вести себя как 13-летний подросток. Мой психолог посоветовал представить себя апельсином. Затем подумать о том, что не все люди любят апельсины. Это не значит, что апельсин какой-то ущербный, не значит, что он гнилой. Просто у каждого есть свои предпочтения. Это помогло мне значительно уменьшить мою неуверенность в себе и потребность угождать людям. А я единственный, кто затаился в комментариях в поисках бесплатной терапии. Я не хочу принимать лекарства, потому что не хочу зависеть от препаратов, чтобы чувствовать себя хорошо. А разве вы уже не нуждаетесь в них? Мой терапевт на сеансе перед тем, как я наконец обратилась к психиатру и получила официальный диагноз биполярное расстройство. В то время я усиленно занималась самолечением, но, конечно, не считала это таковым, потому что мне не назначали лекарства по рецепту. Изменит ли беспокойство об этой ситуации результат? Если ответ «да», то продолжайте беспокоиться. Я вдруг поняла, что не могу придумать ни одной ситуации, в которой ответ на этот вопрос был бы положительным. Это действительно остановило цикл беспокойства для меня. В то время я увлекался гаданием на картах Таро и посещением экстрасенсов. Мой психотерапевт рассказал мне, что к нему приходят клиенты-экстрасенсы, которым стыдно за то, что они слишком много лгут каждый день. С тех пор я не хожу ни к экстрасенсам, ни к гадалкам на картах Таро. Мы судим себя по своим намерениям, а всех остальных по их поступкам. Вы всегда говорите о том, что не хотите сделать со своими дочерьми то, что сделала с вами ваша мама. Вы так сильно переживаете об этом в каждом разговоре с ними, но вашим детям уже 19 и 21 год. Они счастливы и здоровы, и они доверяют вам, потому что вы никогда не применяли к ним никакого насилия. Поэтому я просто хочу подтвердить, что вы действительно разорвали этот круг насилия. Вы сделали это, и вы должны гордиться этим. Я горжусь вами за это. Эмоции – это неплохо, даже неприятные. У каждой из них есть свое место. Ты не особенная. В то время у меня была очень сильная тревога, особенно относительно других людей. Мне казалось, что меня везде осуждают. Я не могла пойти в магазин, сесть в автобус или даже выйти на прогулку, потому что мне казалось, что люди оценивают каждый мой шаг. Как я одета, как причесана, как говорю, даже как хожу. Каждый незнакомец думал обо мне плохо. Это было чертовски страшно. Я рассказала ей об этом и о том, как я стала избегать выходов в свет, что было проблемой, потому что мне скоро нужно было поступать в колледж. А она посмотрела мне прямо в глаза и сказала «Имя, я говорю тебе это со всей заботой, но ты не особенная. Нет ничего, что заставило бы меня задуматься, если бы мы пересеклись на улице». Это жестко и это именно то, что мне было нужно. Все тревоги не позволяли мне увидеть это, пока она не сказала это. Конечно, она помогла мне и другими способами, но это действительно очень изменило мою жизнь. Когда она сказала это, я смогла пойти в колледж и спокойно выходить из дома. Это твоя тревога или ее? Раунд. Предыстория. У меня властная мать, которой нужно знать как можно больше о том, чем я занимаюсь в свободное время, чтобы спокойно спать по ночам, по ее словам. Она относится ко мне как к бунтующему ребенку из подросткового фильма 90-х годов, в то время как я независимая взрослая женщина, которой уже за 30. В то время, когда мой психотерапевт говорил это, мне было 28 лет, и я панически боялась предстоящей командировки. Не самой поездки, а ее реакции на то, что я уезжаю из штата на несколько дней. Когда я перечисляла список сообщений, которыми, как я знала, она будет меня бомбардировать, мой терапевт обронила вот этот алмаз. Она дала мне разрешение отказаться от управления ее страхами, как я делала это на протяжении многих лет. В итоге я отправилась в поездку, ничего ей не сказав, и с тех пор установила еще несколько границ, сохраняющих здравомыслие. Это было так просто, и в то же время что-то, чего я раньше не слышал. Ты этого не заслужил. Спасибо за просмотр и лайк. Напиши комментарий, не обязательно по теме. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok